Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как выстроить социальное партнерство между работниками, работодателями и профсоюзом? Что может сделать профсоюз для обеспечения безопасных условий труда? Как работнику получить помощь от профсоюза, если безопасные условия труда нарушаются? В нашей студии Ольга Буценко, руководитель Департамента условий и охраны труда, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Самарской области Александр Слепушкин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Ольга Владимировна, Александр Дмитриевич, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Ну и, Ольга Владимировна, может быть, давайте начнем с вас. Вот на самом деле не все знают об этом, потому что, а это вопрос очень важный, какова роль профсоюзов в обеспечении безопасных условий охраны труда? Если я скажу просто одним словом, очень важна роль профсоюзов, это ни о чем не будет говорить. Я немножко тогда для слушателей расскажу, что у нас существует общественный контроль в Российской Федерации за состоянием условий охраны труда на рабочих местах, где работают члены данного профсоюза. Для того, чтобы осуществлять вот этот контроль за состоянием условий охраны труда, соответственно, профсоюзы наделены правом, значит, создавать свои инспекции, которые работают в соответствии со своим положением об технической инспекции труда. Ну и, соответственно, федеральное законодательство, а именно Трудовой кодекс Российской Федерации, 370-я статья, нам дает определенные права для того, чтобы мы осуществляли вот этот профсоюзный контроль. Контроль за соблюдением работодателями требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В этом случае мы говорим нашим представителям, нашим техническим инспекторам, разъясняем и уполномоченным по охране труда, что они имеют право на ряд действий, которые вот они ширят контроль. Соответственно, это и запрашивать информацию от работодателей, значит, информацию об условиях охраны труда, это участвовать в расследовании несчастных случаев. Вот это очень важный момент, участвовать в расследовании несчастных случаев. При выявлении нарушений трудового законодательства мы имеем право выдавать работодателям представления или уполномоченные предложения об устранении выявленных нарушений. Также законодательство дает нам право предоставлять работодателям требования в случаях, когда мы видим, что создается ситуация на рабочем месте, которая угрожает жизни и здоровью работника. В этом случае мы говорим, что требуем приостановить работы, приостановить работы для того, чтобы опять спасти жизнь работника и здоровье его сохранить. В этом случае работа будет продолжена только тогда, когда будет ситуация эта устранена. И ряд других, конечно, мы прав имеем, но вот суть, я основной сказала, это важная роль для того, чтобы обеспечить безопасность на рабочих местах, сохранить жизнь и здоровье работников в процессе трудовой деятельности. И, конечно, мы также влияем на улучшение условий охраны труда на рабочих местах. Также через свои представления, через переговоры с работодателем, соглашения и прочее, прочее. Вот здесь важный момент есть. Ведь существуют законы, которые регулируют охрану труда. И, соответственно, профсоюзы, каким образом влияют на вступающую в силу нормативно-правовые акты вот в этой области, в области охраны труда? О, хороший вопрос. Особенно сейчас, когда у нас очень много изменений в сфере охраны труда. Произошли и начали они происходить с 1 января 2021 года, когда у нас началась регуляторная гильотина. Это процесс снижения нагрузки на бизнес. И в этом случае тогда уже с 1 января 2021 года у нас, когда начали изменяться правила по охране труда, актуализироваться. Следующим шагом у нас менялись нормативные правовые акты и по проведению медицинских осмотров. Дальше у нас 311 федеральный закон, подписан был президентом Российской Федерации, который он вступил в силу 1 марта уже этого года. И также с 1 марта этого года вступили в силу ряд нормативных правовых актов в сфере охраны труда. В процессе разработки всех этих документов и правил по охране труда и 311 федерального закона и нормативных правовых актов всегда участвовали наша страна, Федерация независимых профсоюзов России. То есть это рабочие группы с нашим участием, это рассмотрение законодательных актов на уровне российской трехсторонней комиссии. И скажу, что в разработке вот этих актов и 311 федерального закона в общем-то с нашим участием наших представителей каждый абзац, каждая статья, каждая строчка и каждое слово подлежало актуализации, рассмотрению, то есть обсуждению на уровне трех сторон. То есть только так. То есть в данном случае, конечно, новая редакция 10-го раздела охраны труда, конечно, с нашим участием она никак не ущемляет права работников. То есть это тоже, я считаю, что наша заслуга. Кроме того, вот в настоящее время сейчас опять Министерство труда Российской Федерации вышло с инициативой о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях. То есть сейчас будет усилена ответственность работодателей за воспрещение или, значит, какое-то препятствование деятельности профсоюзов. То есть вот такая... Как интересно. Да. А какая ответственность примерно предполагается? Да. Ну, я вам сейчас скажу... В Кодекс об административных правонарушениях, да? Вот так, да. В нем прописано как раз то, что деятельность профсоюзов, да? И работодатель не может препятствовать. Если работники, организации, учреждения захотели создать... То есть как бы ему не нравилась ситуация? Захотели создать профсоюз, да? И вышли с инициативой для создания такого профсоюза внутри организации. Работодатель не может помешать этому, потому что есть административная ответственность. Вот. И административная ответственность предполагается, что вступит в силу она с 1 сентября текущего года. Ну, уже практически несколько месяцев. Да, пока идут общественные обсуждения данного проекта, закона. И здесь будет, значит, предусмотрен административный штраф на должностных лиц, допустим, от 2 до 4 тысяч рублей. На юридических лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. А если еще будут действия или бездействия со стороны работодателя, да, которые повлекли невозможность проведения проверки со стороны профсоюзов, то в этом случае будет предусмотрен штраф на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица от 20 до 50 тысяч рублей. То есть, сейчас многие, может быть, спросят, а зачем и от чего, почему вышли на эту инициативу Министерство труда. Наверное, многие слышали, что не так давно произошла у нас страшная авария на Кузбассе, на шахте Листвяжная. Помните, когда погибло очень много шахтеров и в том числе спасателей, которые спустились в эту шахту. В этом случае президент Российской Федерации дал поручение разработать мероприятие для того, чтобы, опять-таки, дать возможность профсоюзам контролировать условия труда, чтобы не допускать подобных случаев в дальнейшем. И в этом случае в комплексе мер появилась вот эта инициатива о внесении изменений в КОАП. Уважаемый гость, вот вопрос такой, знаете, сейчас прям вот сидел и размышлял об этом, пока вас слушал. Вот два ваших ведомства, две вашей организации занимаются, ну, скажем так, близким делом. Это охрана труда. Вот как вы взаимодействуете друг с другом, как вы друг друга дополняете с тем, чтобы не было дублирования функций? Можно я немножко переведю, наверное, перехвачу инициативу на себя, Ольга Владимировна. Вот я еще хотел добавить, да, вот Ольга Владимировна сказала, что у нас изменения, да, у нас с 1 марта вносят изменения, еще нас ждет с 1 сентября значительные изменения, да, и в трудовой кодекс, да, и в обучение по охране труда, да, и в административную ответственность. Но, помимо всего прочего, у нас сейчас подлежат пересмотру инструкций по охране труда. И там основная роль, конечно же, дана и специалистам по охране труда, и уполномоченным трудового коллектива, и как раз и профсоюзу. Потому что все эти инструкции утверждаются работодателям, но согласовываются именно с уполномоченными от трудового коллектива, именно с председателями профсоюзной организации, первичной профсоюзной организации, организации. Поэтому здесь основная, конечно же, тоже роль. При осуществлении контроля, будь то это профсоюзный контроль, при осуществлении ведомственного контроля, мы, естественно, смотрим на нормы, соблюдение нормы охраны труда. Но, помимо всего прочего, мы со специалистами встречаются, как раз наши, при расследовании несчастных случаев. Очень часто, регулярно, и в последнее время, как бы не печально это, но мы очень часто встречаемся, потому что, когда мы не встречаемся, мы уже отвыкаем друг от друга, только по телефону общаемся, допустим, по комиссиям, по каким-то социально-трудовым отношениям, какие-то есть вопросы, какие-то есть замечания, какие-то есть предложения, да, встречаемся также на интервью, приглашаем. Вот, поэтому у нас есть взаимодействие, естественно, это взаимодействие и в рамках трехсторонней комиссии по социальному партнерству, потому что есть... А кто входит в трехстороннюю комиссию? У нас есть координаторы, вот на территории городского округа Самара, да, у нас есть три координатора. Это координатор от администрации городского округа Самара, это руководитель департамента, от союза работодателей и от федерации профсоюзов Самарской области. У нас три координатора именно в работе этой комиссии на территории городского округа Самара. Вот, также поднимаются вопросы острые, это и по охране труда, это по трудовым отношениям, это по напряженности, связанных с безработицей на рынке труда, вот, привлечение труда как раз молодых специалистов и привлечение инвалидов, потому что у нас есть определенные квоты по инвалидам, и тоже на их рабочих местах надо следить за тем, как соблюдаются их права работников. Потому что у них есть определенные льготы, преференции. Ольга Владимировна, вот вы, как, скажем так, прокомментируете вот эту ситуацию взаимодействия профсоюзов с другими вот надзорными органами? С другими надзорными органами? Ну, вот с теми, кто контролирует вот эту ситуацию с безопасностью труда. Да, конечно, это обязательно у нас взаимодействие, оно присутствует. Это мы взаимодействуем и с государственной инспекцией труда, это в первую очередь тот представительный орган, надзорный орган, который и самый главный возглавляемый Рострудом, и осуществляет контроль за состоянием и условиями охраны труда у работодателей. Конечно, взаимодействие с специалистами, руководителями отделов, да, это Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, коллеги, тот орган, который обеспечивает соблюдение, надзор за соблюдением санитарных правил и норм. Конечно, взаимодействуем с Ростехнадзором. Промышленная безопасность и охрана труда недалеко друг от друга отошли, и все-таки это тоже обеспечение безопасности на рабочих местах, да. Госпошнадзор, все эти органы, со всеми мы с этими органами работаем, сотрудничаем. Также совместно какие-то у нас встречи пересекаемся и на расследовании несчастных случаев, на расследовании аварий, причин расследования, то есть проводим. То есть вот таким образом. То есть взаимодействие, оно присутствует. На уровне первичных профсоюзных организаций, наши уполномоченные, председатели первичных профсоюзных организаций, здесь обязательное взаимодействие с нашими коллегами из служб охраны труда, специалисты по охране труда, которые, в общем-то, обладают и всей нормативной правовой базой, которыми регулируется безопасность в той или иной организации. Это, конечно, и мнение, и какой-то, возможно, даже совет или помощь уполномоченным по охране труда. Со своей страной взаимодействие уполномоченных точно так же со службами охраны труда, то есть они нам помогают, а мы помогаем им. Мы помогаем и защищаем не только работников, организаций, мы помогаем и работодателям самим. Это нужно понимать всем работодателям, что если уполномоченный, к примеру, или технический инспектор по охране труда выявляет какое-то нарушение на том или ином рабочем месте, соответственно, это нарушение своевременно устраняется. Соответственно, во-первых, мы, конечно, спасаем жизнь и здоровье работников. Самая главная трагедия не происходит. Да, но при этом нужно важно помнить работодателям, что при этом и работодатель спит спокойно, потому что в случае какого-то несчастного случая ответственность административная и вплоть до уголовной ответственности также предусмотрена и для работодателя. Поэтому наша роль очень важна и нужна и работникам, и работодателям. И немаловажно здесь как раз идет акцент на том, что экономятся деньги. Те, которые могут быть в случае нарушения выявленного, если происходит или авария техногенная, возможно, если несчастный случай, если будет вина или работодателя выявлена, то получается в любом случае будет предписание и штраф со стороны проверяющих органов. Но штрафы-то как минимум, а там может быть уголовная статья. То есть на самом деле лучше предотвратить. Ольга Владимировна, скажите, в практической плоскости, если человек хочет получить помощь от профсоюза, считает, что безопасные условия охраны труда его нарушаются, куда он может обратиться и кто это может быть? Это может быть только член профсоюза или это обычный человек тоже может прийти и пожаловаться? Или если не член профсоюза, тогда надо жаловаться куда-то в другое место? Всестороннюю помощь мы оказываем, конечно, членам профсоюза, но бывают случаи, когда вот мне звонят люди, просто женщина недавно позвонила, говорит, Ольга Владимировна, подскажите, вот такая ситуация, что мне делать? Она не член профсоюза, но я ей полностью отдала консультацию, что нужно делать, куда нужно обратиться. Если у вас есть профсоюз, если вы член профсоюза, в первую очередь, конечно, вы обращайтесь, пожалуйста, в свой правком, в свой правком, в свою первичную профсоюзную организацию. Если уже первичная профсоюзная организация, ну, что-то по каким-то причинам, может быть, какие-то вещи происходят, ну, не может отреагировать, соответственно, может быть, да, ну, что-то, какие-то сложности происходят, то в этом случае, конечно, у нас есть отраслевые профсоюзы, можно обратиться туда. То есть отрасль, к которой относятся данные предприятия. Допустим, народное образование, соответственно, у нас есть и областная организация народного образования, туда можно. Если это сельское хозяйство, то областная организация АПК, соответственно, туда. Если вы не знаете координат и куда обратиться, звоните к нам, мы подскажем, куда обратиться, или напрямую к нам обращайтесь в Федерацию профсоюзов Самарской области. Телефон наш 333-4005. Вы позвоните, и мы подскажем, куда лучше обратиться. И если нужна помощь, консультация, пожалуйста, конечно, звоните. На самом деле, вот не только обращаются в профсоюз, да, но еще и к нам в отдел охраны труда обращаются очень за консультацией. Естественно, эта консультация бесплатная, она не стоит никаких денег. Это другой случай, надо отметить, что это все бесплатно. Да, поэтому различные есть вопросы. Где-то у кого-то проблема, что перестали выплачивать надбавку за вредные условия труда, правильно? У людей возникают вопросы, почему так происходит. Где-то не разобрались, где-то они не поняли, или у работодателя, или что. Разъяснений бывает, они не понимают, почему денег стали платить меньше. Потому что, возможно, или провели обязательную специальную оценку условий труда, класс изменился, но, опять же, должны довести до работника, все понятно объяснить ему, чтобы он знал, что претензий не возникало никаких. Потому что работники обращаются и в госинспекцию, и в прокуратуру. Естественно, все документы там уже требуют, запрашивают у работодателя. Ну, а к тому же, если вдруг условия труда считают, изменились, ведь это же тоже можно, на самом деле, оспорить. Работодатель считает, изменились, а работник говорит, да нет, я как работал, так и работаю, почему вдруг решили, что у меня ситуация стала не такая опасная. Вы понимаете, измерения все проводят эксперты. Они имеют аккредитацию соответствующую, и по результатам проведения как раз специальной оценки условий труда должны быть ознакомлены всегда работники под подпись, обязательно стоят в карте. То есть это все письменно, ты должен прочитать? Конечно же, и если условия труда изменились в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к трудовому договору, все это прописывается. То есть устно это не рассказывается? Нет, конечно же, нет. И еще допомню, если условия труда изменились, и если работник не согласен с результатами, проведенные на его рабочем месте специальной оценки условий труда, в этом случае вот долгая процедура, просто сейчас в эфире нельзя всего рассказать, позвоните, все расскажем, объясним, куда обращаться. Ну, конечно, вопрос-то важнейший, потому что это на самом деле деньги человека, которые он либо получает, либо зарабатывает, точнее говоря, либо не зарабатывает. Ну, помимо денег у нас еще есть дополнительный отпуск, надбавка различная, сокращенная продолжительность рабочей недели. Это все зависит от условия труда и класса рабочего места, которое будет проведена. То есть очень много бонусов, которые можно либо получать, либо не получать. Да, но не стоит забывать, что специальная оценка условий труда, она обязательно для всех работодателей должна быть проведена, потому что за непроведение специальной оценки условий труда на работодателя... Или неправильное проведение. ...неправильное проведение, да, на работодателя может быть наложен штраф, согласно Кодексу административных правонарушений. Уважаемый гость, что такое социальное партнерство? Вот расскажите мне. Мы все плавно, потихоньку к этому приходили, да, и подошли, да, что такое социальное партнерство. Как я уже сказал немножко ранее, да, у нас есть три координатора со стороны, это администрация со стороны, Федерация профсоюза в Самарской области и со стороны союза работодателей. Да, ежегодно, даже бывает несколько раз в год, собирается комиссия как раз, трехсторонняя комиссия на территории городского округа Самара, обсуждаются различные проблемы и аспекты, в том числе как раз в комиссии по социальному партнерству и регулированию трудовых отношений входят вопросы как раз соблюдения условий охраны труда. На территории муниципалитетов, на территории, вот у нас конкретно на территории городского округа Самара, именно мы говорим про городской округ Самара, да, трудовая напряженность какая существует, сколько произошло несчастных случаев за год, именно анализ проводится, да, сколько произошло профессиональных заболеваний, да, какой процент от общего числа, да, сколько занято в экономике муниципального образования работников, определенные есть коэффициенты, и да, мы видим определенные есть подвижки, где-то несчастные случаи уменьшаются, потому что у нас существуют несчастные случаи, тяжелые, легкие, со смертельным исходом, да, групповые несчастные случаи где-то увеличиваются, и в результате анализа это получается, что у нас в зимний период количество несчастных случаев увеличивается, как ни странно. Это связано и с тем, что скользкая поверхность, да, падение на ровной поверхности, да, большое количество несчастных случаев именно квалифицируется ввиду неудовлетворительной организации производства работ, потому что работодатели зачастую, возможно, не следят за своими работниками, непосредственно лица, которые ответственны за проведение работ по безопасным условиям труда, они тоже за этим не следят, и поэтому несчастные случаи происходят. И, кстати, по результатам анализа мы выявляем такую картину, что сотрудники, больше всего сотрудников получают травмы, кто больше всего работает, у кого большой стаж работает. Ну да. Опытные сотрудники почему-то со временем не следят... Расслабляются. Не следят, да. Присклюкивается чувство самосохранения. За собой, да, и почему-то они пренебрегают безопасностью труда, почему-то перестают пользоваться средствами индивидуальной защиты, говорят, да я сто раз так делал, почему в этот раз это все произойдет. И вот этот раз происходит как раз. Это бывает просто из-за нелепой банальной ошибки самого работника происходят такие несчастные случаи. И вот, кстати говоря, при расследовании несчастных случаев есть такой как нюанс, да, у нас грубая неосторожность сотрудника. И вот профсоюз, конечно же, стоит на стороне работника. Потому что иногда работодатель утверждает и говорит о том, что несчастный случай произошел по вине работника с самим же работником. Поэтому это его вина. Моей, говорит, вины в этом нет. Но у нас обязанность работодателя следить за тем, чтобы работники правильно умели применять средства индивидуальной, допустим, защиты, да. Если ему выдали, все в соответствии с положенными нормами, но должны быть ответственные лица, кто следит за этим. Но зачастую в таких бывают ситуации, как и происходит. И когда ставится такой вопрос о грубой неосторожности и вине работника, в этом случае, конечно, мы находим массу аргументов для работодателя, чтобы убедить его в том, что работник не виноват. И даже это будет не член профсоюза. Мы сейчас не только говорим. Да, мы защищаем не только членов профсоюза. Неважно, сотрудник будет ли членом профсоюза, не член профсоюза. Любого работника. Потому что тут надо смотреть из разных ситуаций. Уважаемые гости, осталось времени совсем немного. Вот ваше мнение, как выстроить социальное партнерство между работниками, работодателями, профсоюзом и так далее? Конечно же, все это должно быть на паритетной основе, да, понятно же. То, что работники, обращаясь к работодателю, если они хотят создать профсоюз, работодатель не должен им мешать. Естественно, принять не имеет этого права, конечно же, да. Он должен принять все возможные меры. Если работники хотят создать профсоюз, он должен им помочь в этом. И, естественно, Федерация профсоюзов в Самарской области в этом никогда не откажет. Содействие оказывает импульс со всех сторон. Поэтому все это должно стоять на паритетной основе. То есть к вам можно обращаться? Да, конечно, мы подскажем шаги, какие нужно предпринять, да, для того, чтобы создать профсоюз в организации. Вот с практической точки зрения это как? То есть вам можно позвонить или к вам можно обратиться в письменной форме? Как хотите, коллеги, можете прийти к нам в Федерацию профсоюзов на Волжский проспект, дом 19. Это четвертый этаж. Приходите. Можете позвонить по указанному мной телефону. Проконсультируем, тоже окажем им содействие. То есть как хотите, как удобно человеку или группе работников, которые инициирует создание профсоюза в данной организации. То есть любыми путями, пожалуйста. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что после этой программы профсоюзов или, скажем так, новых профсоюзов или отделений профсоюзов у нас будет больше, потому что, на самом деле, это очень полезно и это очень выгодно, в первую очередь, конечно, для работников. Но, кстати, и для работодателя это тоже очень важно. Очень важно и хорошо это, на самом деле, когда есть. Да. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Ольга Буценко, руководитель департамента условий и охраны труда, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Самарской области и Александр Слепушкин, консультант отдела охраны труда департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Будьте осторожны, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин